Часть таких вопросов, стоящих в плане вопросов, была за фондом, в частности, в Черемушке. Да, действительно, в данном случае по закону Кировской области об административной ответственности наказываться здесь будет, в общем-то, управляющая компания за то, что она неодлежащим образом содержит живой фонд, в котором она управляет, то есть за управление, в котором люди и вкладят. Штрафы там достаточно серьезные, штрафы будут в любом случае, если в добровольном порядке они не будут оплачены, они будут взысканы через службу судебных приставов, а у управляющей компании какого-то другого источника, кроме как деньги, собранные из населения, опять же, не будут. То есть, получается, Виктор Николаевич меня поправит, если я немного неправ, то, если, допустим, штраф будет для юридического лица, допустим, для одной из управляющих наших компаний, 100 тысяч, даже минимальный штраф, например, 100 тысяч, штраф это просто. В общем-то, постановление было составлено, рассмотрено на административной комиссии, если они в добровольном порядке не уплатят в установленном законном судебном судебном, если вы с них зачитываете эту сумму, то источника для уплаты штрафа у управляющей компании не будет. С другой стороны, куча этих, вот эти, вот эти, весь этот мусор сделала не управляющая компания, не ее директор, не главный инженер. Они готовы, вот я и знаю сейчас ситуацию с управляющей компанией в Черемовках, они готовы оказать технику, оказать тому поддержку технику, то есть за счет управляющей компании привести эту технику. Ну, даже той рем-купой, которая у них есть у матери, все эти кучи несанкционированные, бывает довольно сложно и, ну, странно так, довольно неприятно несколько выглядит, когда там два человека загружают вот эту кучу в трактор, а жильцы там, взрослые, здоровые вполне, а мужчины сидят там, где-то рядом на лавочке, по кури выпили там, чего хуже там употребляют какие-то алкогольные запитки. Так, ну, посмеиваюсь им с ними. Не говорю, что это везде, но есть, есть там домов, есть ряд, определенная группа жильцов этих малифоративных домов, которые даже, когда уже, в общем-то, их помощь-то им оказана всяческая, когда, ну, просто нужно выйти, выйти и помочь, загрузить эту кучу, навести чистоту у своего дома, чтобы, и Салму, свой глаз Азарадово, ну, к сожалению, не всегда управляющая компания находит в данном случае какое-то понимание и поддержку со стороны жильцов. Сам, сам досвидетелен таких, таких вот явлений, когда я убирал, убирал, в рентгар-сервисе кучи мужиков, и рядом, рядом там сидели, сидели здоровые мужчины, и, в общем-то, ну, 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 так, с ухмылкой посмеивались над этим процессом, ну, помощи никакой не оказали. Ну, так вот, месячник, конечно, у нас по благоустройству в срок мы установлены, к сожалению, не уложились, сложно было очень майские праздники, достаточно длительные, выдернувшие очень много времени из рабочего ритма, сложно было в эти праздники поднять технику, простить технику предприятия, потому что, в общем-то, выходные дни, праздничные дни, к сожалению, до 19 мая мы, наверное, не укладываются в приведение, в этих зачерем уже к наведению чистоты улицы Глазырина у нас, на некоторых улицах есть последствия, последствия еще прошлогоднего урагана, но я думаю, что в следующей неделе она еще у нас в полном объеме начнем, начнем действовать по улицам, по красивым, но понятно, что каждому дому каждая куча мусора, которая там, опять же, была силами, силами самих жильцов сделана, техника не придет. Но вот жильцы прибирали улицы, собирали мусор после зимы, сейчас эти кучи, тут и ветки, и все, и... Вот эти осевые улицы, Глазырина, да, там, Пермамайская, на Пермамайской очень много веток, Пролетарском, там, с силами, в большей степени управляющей компанией, и все, и все, и все, и все. Эти улицы мы там, в течение следующей недели мы их однозначно берем. Чистота, чистота, может быть, отчасти сказалось, еще и мое отсутствие, уезжал я на учебном отпуске, находился, может быть, отчасти еще здесь не доработали, не доработали специалисты у нас. Ну, по подготовке к юбилею, в общем-то, у нас мероприятий достаточно много, здесь и на уровне, принято постановление, и на уровне администрации района, и на уровне администрации города разработаны целевые программы, в которых перечень основных мероприятий по подготовке к юбилею есть, в принципе, с этими наработливыми документами вы можете ознакомиться, созданы рабочие группы, которые собираются раз в месяц пока, ну, я думаю, чем ближе будет дата юбилея, тем чаще мы будем собираться, и тем, в общем-то, больше будет спрос. Есть ряд таких вопросов, которые, к сожалению, сложно нам решать, там, приведение каких-то бюджетных учреждений, которые находятся на улице, которые, в общем-то, не всегда надлежащим образом фасады этих зданий выглядят, тут, конечно, придется нам как-то действовать и через собственников, если в данном случае не являются какие-то областные структуры, как, например, центр соцслуживания, который здесь у вечного дня, и который, в общем-то, достаточно давно уже, здание историческое, здание, в общем-то, красивое, но требует косметического ремонта, требует того, чтобы его привели в надлежащую, тем более, если здесь у нас будет пешеходная зона, вот, с такими, с такими структурами придется нам, конечно, плодотворно очень поработать, я думаю, здесь еще плодотворно, при подготовке к юбилею. Запретить подъезд к большим магазинам на машину. Ну, это, наверное, в первую очередь касается магазинов и магнит, да, обоих магазинов, и на рынке, и на Глазирину, улице, на площади. Там только в Глазирине заезжают на Глазирину. Ступеньки, наверное, наезжают. Сколько раз в замечаниях, говорят, нет знаков там, что нельзя подъезжать. А там же пешеход надо... Я несколько раз сделала замечания, но говорят, нет знаков, мы едем. Понимаете, я уже столкнулся с тем, что на нашем случае, вот там, опять же, сталкиваясь с администерской инструктурой, водителей, с отсутствием должного контроля со стороны, той структуры, которая должна быть контролировать, то есть и уже наличие или отсутствие знаков тут не является. Везде, куда проходит машина, она пойдет дальше, то есть здесь надо... Да нет, даже вот ГАИ стоят, пятерочки стоят, видят ведь, что идут машины. Так, неужели этот инспектор нельзя подойти? Я вот уже воевала столько раз, так всего на Глазирине. А там весь асфальт испортил, люди тут, ребята бегают, все, они едут и все. Здесь, я думаю, что в первую очередь необходимо нам работать с собственниками помещений здания, чтобы они каким-то образом ограничивали... Ну, то есть, входит они все-таки в благоустройство прилегающей территории вот этого города, и каким-то возможным образом, любым там, какими-то заграждениями пустыми или еще чем-то ограничивать проезд к проезду там автотранспорта, то есть чтобы пройти там с ребенком, с коляской, отпустить ребенка, может он был там безопасным. Действительно, заезжают, заезжают куда угодно и, ну, то есть, если машина проходит, то она идет до самого, до самого хода там в магазин, будь то магазин, будь то какое-то учреждение, знаки здесь, я думаю, что картины, в общем-то, в большей степени не употребляют. Да, 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 да. Нет смысла туда послать деньги. Дело здесь даже не только в том, куда идут штафы, а просто дело в том, чтобы воспитательству, культуру вождения. Уже не было бы на ушах. Тем более суммы там, суммы штафов не было бы. Вин раз, хотя бы месяц переехали, и гаишники идут, извините, так называют, и постояли бы, одному-два, дали бы штраф, что это, ну, тут же пешеходная дорожка, все, не стали бы ездить. И вот еще вопрос такой, по охранам природы, вот мы про мусор, про мусор все говорим, вот эти, эти, эколог, как он сейчас называется? Кудяков. Кудяков. Кудяков, это сам. Вот только там свалка целая. Свалка на самом берегу. На самом берегу, сейчас это все в реке. Я позвонила ему, все, вот назвала, кто звонит, все, я говорю, что вы, пина, свезут трактора, прямо он высыпает там стекло, все. Он, все, сейчас, в милиции, поедем, все это сделаем, он говорит, надо свидетелем. Я говорю, давайте, я поеду свидетелем. Он говорит, что, уже боялась, что ли? Я говорю, я всю жизнь никого не боялась, всю жизнь никого не боялась. Я это все, честно говорю. Съездим, ничего не съездили, через месяц, наверное, я не спрашиваю вам снова. Он говорит, никто не звонил, ничего, чего-то, буду молитвать. Папа сказал мне, я говорю, не бери грех на душу, не бери грех на душу, не бери грех на душу. Мы все с ним поговорили. Вы-то с Владиславом Александровичем знаете где-то, с малым берегу, они же реконструкцию цехом делают, они эти все оборудование, все эти рамы, все эти, что там, вы же знаете, у вас, между прочим, отец этих материалов пользовался, с этой свалкой, мы тоже, но там, на берегу, ведь это же, воду-то же добавили, это же воду-то же, стекло, все-все, стекло, и, не знаю, что только там, только грузят. Лично куликову донесли и все это, а мы же, не вольте грех на фото, вы сидите. Не выйдет, но не там, вы не можете. Я опять же к тому, что, не знаю, как же у меня сегодня позвучивало, все, все делаем. Он сам боится, значит, что это вот отрекло. В руководителе там есть простой человеческий факт, касаться его руководителя, будь то простой исполнитель, там в случае, как христианин там не рассказывает. Тут-то уж ясно дело, что хозяин, это дом, дом там, все с вами, на Казань, вот вам и бюджет города. Станислав Александрович, про избежание слухов и домыслов, есть ли у вас какая-нибудь информация? Близится, как будут происходить выборы главы района, потому что это не безразлично всем, и какие кандидаты может есть уже, какая у вас есть информация, скажите, коротко. Ну, значит, скорее всего, на ближайшее председание районной думы 29 мая будет назначена дата выборов, выборы будут проводиться из числа действующих депутатов, из тех 16 депутатов районной думы, которые остались. Ну, не знаю, тут решать, в общем-то, депутатам понятно, что они будут прислушиваться и к руководителями, и к основным руководителями бюджетной сферы, и к главам поселений, и к общественности, и ко всему. Поэтому, я не знаю, мне почему-то, мне сложно судить, наверное, знаете почему? Потому что, может быть, я недостаточно хорошо еще, недостаточно поработал с теми руководителями, которыми являются на сегодняшний день действующие депутаты, из которых, в общем-то, и придется им выбирать главы района. Я с ними достаточно мало поработал, я не так хорошо знаю людей. Я, по сути, работал с этим человеком, я пришел к нему студентом, и, в общем-то, он меня создавал как специалиста, делал из меня руководителя. Мне здесь судить будет, в общем-то, в принципе, на сегодняшний день я вообще не вижу никого из действующих депутатов. Но, тем не менее, выбирать нужно до выборов, по тому округу, по которому шел в свое время Олег Валентинович, скорее всего, не будет выбирать депутатов из действующих. И это решит районная дума? Да, депутаты районная, то есть там механизм доходит, депутаты, депутаты из числа, ну, сами депутаты тайными голосованиями выбирают. Ну, вы не в курсе, какие есть кандидаты? Ну, круг кандидатов, я думаю, что там, то стало приемлемо. Я стараюсь вот это депутатить. Можно потише? Потише, пожалуйста. Давайте слушаем. Я стараюсь вот это, как бы, особо не вмешиваться, не вне кризис. Вам работать в этом, в тесном контакте, сами знаете. Ну, и населению не безразлично, конечно. Да, там же исполняют. Да, временно исполняют обязанности. Я, я, Владимир Владимирович. У меня, в частности, роднини, изучили, старшивили. Вот, мне лично непонятно вот что. Жители, которые проживают в благоустроенном жилье, на литашках, значит, они, им предъявляются претенции за вывоз мусора. А почему остальные жители города, которые проживают в частном жилье, значит, им не предъявляются претенции на вывоз мусора? Они бывают уже мусором. У них мусора бывает больше даже, чем у этих, значит, которые платят. За другое дело, там сжигаются, в печках, может быть, что-то там, но все не сжечь. Пластик там и так далее, уважающийся человек, сжигать не будет. Мусор этот тоже есть. Вот этот вопрос надо решить, решить, как-то вот грамотно решить, юридически, чтобы все платили за вывоз мусора. И тогда, где не будут, появится техника, и в городе будет чисто. Я контейнер первый. Это в своем году контейнер. Владимир Николаевич, я вроде бы начинал. У меня есть такой вопрос. У нас контейнер 300 штук, говорят, все дозревеют. Сколько я контейнеров? Как 300 штук? Где они? У этих палетиков и контейнеров. Где они у вас находятся? Где 300 штук? 300 штук это цифра, наверное, не знаю. Не знаю, сказали 300 штук. И все дозревеют. Отдайте нам, участникам, в аренду. Я вам сейчас вам говорю, я с удовольствием возьму его в аренду. Надо. Запрещу договор и больше ничего не надо. И поставьте себе в город. И поставьте себе. Мне в город хотя бы. Как? У меня такие. И рядом с домом будет куча... Дома у меня. Я потом не буду закреплять, буду делать. И буду платить то, что я потом сделаю, набью полностью контейнер. Закажу, приедут, возьмут. Я заплачу снова деньги. А что они у нас почему-то ржавеют? Почему вы считаете, что они стоят? Пожалуйста, что хотите, пожалуйста. Они не скажут. Я вот хочу взять в аренду. Что-то мы все равно деньги на них не получаем. Они у них ржавеют. Я не знаю, что вот насчет 300 контейнеров и насчет того, что они стоят в аренду. Я возьму себе для себя. Ну, не объективно вы это сказали. То есть сейчас все больше людей именно выбирают такой способ сбора и вывоза мусора, как это вы говорите. Я, да. Они звонят, заказывают контейнер. Дайте мне я на год, я буду платить за каждый месяц. Поплачу за бухгалтерию, потом не привозят контейнер. Я пламя. Или возьму подоговор на весь год. Все, больше разговора нет. И тогда никто вас не будет. Если выбраться, где попало, у каждого свой контейнер. А чего? Подороги свободны. Я имею свободу. Я же не говорю, мы эти контейнеры не держим. То есть мы где-то не закрыли на каком-то же находке. Пожалуйста, об этом, об этом я и награду можем вывезти. Где они у вас? Они же стоят в сборке, то есть они там. Вы сколько позвонить надо? Договориться с итогом, заключить договор. Я в стандартах говорю, мне говорят, пока ничего нет. Они задержанного говорят. Нет, это позади. Нет, вы... Если я уже плачу, то что вы... Я не знаю, если как, вы... Я не знаю, куда вы обращались, но сколько у меня... Ни у кого проблем никаких не возникало. У меня там в бухгалтерии столько, друзья, я плачу. Частник должен вывозить мусор свой сам. Дальше. Очень хорошее начинание. Вот городской администрации. Я меньше воспользовался, уже два раза. Нанимается техника. Это вот, кстати, большой мусор. Я нанял технику. Мы 3-4 товарища загрузили сверху. Звоню заместителю мэра, Беданову Владимиру Михайловичу. Он дает команду на свалку и бесплатно пропускает вот этот громоздкий мусор. Все. Хорошее начинание. Но слой мусора возле каждого дома должен каждый убирать сам. Заказал контейнер? Нет, не поняли. Я беру только контейнер для вывозки мусора, когда мне накоплю. Но я хочу иметь этот контейнер у себя. Если они чем стоят, залить, так я успеху держать. Ты не стоят вывозить. Запомните полоски. Я вам скажу, если вы закажете, вы организуете возле своего дома свалку. Я уже это касался. Зачем вам контейнер для круглый дом? Я его уберу, когда мусор-то это делал. Все понятно с вами. Заряжывайтесь. 3 часа уже сидит. Не каждому кто зато. Ну а мамы, где не хотят. Я вас не знаю, что я не знаю. Ну что, товарищи, мы сегодня с вами, я думаю, что очень интенсивно поработали по письмам. Почему нету нас? Сейчас мы не ждем. Кто-то посмотрел, мы ведь газетка писали, сказали, писал тысяч, выделили, все. Нигде мы тонем по девять. Подумайте, как не рыбиться. Никакого света, ни с кого. Кому еще обращали, или к губернатору нету, что они? Сейчас вы на все не показали. Обращение от вас были, точнее, не от вас, там жители обращались с Советской. То есть проблема даже одна, что у вас, что на Советской. Так уже и будем тонуть все. Нет, вот в понедельник, значит, опять вот сейчас, после полотна у нас уровень куда поднялся, опять эта проблема у нас сейчас. Вот, говорят, шесть метров, да. Я сегодня вышла на ворот в воде, потому что за шесть метров не было даже вода. Как в трассе не будет воды, и осень опять не будет топиться у нас. Ведь я нынче замерзала. А вот еще обогревание, братья, сорок шесть метров нагреешь. Вы подумайте сами, как жить-то. Ведь мы инвалиды живем по 80 лет. Некому вот ничего не нужно, я не знаю куда. Некому помочь, когда ты один остался в старости. Давайте закрывать воды. Поступило предложение закрыть соверание. Ну что, товарищи, этот вопрос будет решен. Отданное письмо Саниславу Александровичу, вопрос будет решаться. Непосредственно я сама попробую поддержать контроль над этим вопросом, чтобы мы знали, что же будет делаться дальше. Я хочу сказать вам, что большое вам спасибо, что вы пришли. Я думаю, что вы инструктивно поработали сегодня, правда? Ответили много, вернее, услышали много разных ответов. И хороших, и плохих. Но все же хоть немножко трихонули. Хотя бы кровоохранитель. Я думаю, что нам действительно, как и Олег Владимирович, нам нужно как можно чаще встречаться. Если у вас какие-то будут предложения, пожалуйста, с вами или не говорите. Кого необходимо еще приглашать на какие-то собрания сгоды? Вот сегодня про Николая Михайловича Халюкова много говорили. Может быть, там руководители каких-то других предприятий, службы или что-то. Семь на пользу, а не пригласили. Чем чаще мы встречаемся, тем больше у нас, и тем для разговора возникает. Тем больше нам есть возможность выдернуть каких-то профильных руководителей, специалистов, чтобы и вопросы задавать, чтобы не я один отрывался. Тут же некоторые вопросы даже не ко мне относящиеся. Но я думаю, что хотя бы раз в квартал, но надо вот так же встречаться. Я думаю, что со временем у нас будет в этом больше и больше собираться. И так, еще раз большое вам спасибо. Давайте все же не только требовать, но и помогать немножко. Приверемся около своих дворов, приверемся около своих, на своей улице. Поможем в посадке деревьев. Завтра посадка деревьев в 10 часов. Если кто может, приходите, пожалуйста. Для того, чтобы посадить... До свидания. Можно, давайте больше делать вместе, потому что критиковать умеют все, когда называются свободники, приглашают, приходят и не идти. Давайте, если кто-то критиковать, а не будет вместе, До свидания.